здорово ребята сейчас постараюсь вам очень быстро показать этот автодом за полтора миллиона рублей очень много звонков очень много вопросов поэтому давайте пока телефон не разведился быстро пройдемся ну что-то по снегам здесь будет не видно потому что ездить на что посмотреть ведь вот эти все вещи ну понятно что по возрасту все тут немножко да по облетела тут вот такой момент всегда знаете всегда вот там начинаю да с грустного но на самом деле все это лечится чиниться подкрашивается сами понимаете машине много лет 2008 год выпуска 350 тысяч пробега значит колеса стоит уже зимние буквально вчера привезли машину с сервиса fiat ducato все в ней починили по кругу тормоза колодки все сделали значит по кузову смотрим с вами никаких замечаний каких-то повреждений потолка нет но вот здесь вот но это болезнь такая есть подмазывается я думаю ничего вас пугать не будет здесь вход в багажник но маленький такой с этой стороны есть большой вот он на лестницу ведет крыша это кстати круто очень поставить если захотите солнечной панели что-то еще там наверху здесь слева есть что-то похожее что это подмазывали но насколько я знаю критичного там ничего нету газовый отсек на два баллона пожалуйста один баллон стоит ну ребят все а кстати есть dual comfort даже круто кто знает это прикольная тема чем с обогревом со всеми делами в общем закрываю так ну что же давайте посмотрим с лючками все на месте крышки есть туалет кассета тоже пожалуй заглянул ну кассет старенькая что тут с ней возьмешь такая но это все меняется я думаю что даже можно целиком кассету поменять проблем тут нету идем дальше ну багажник тоже пожалуй вам покажу дать минус 12 друзья эти голыми руками тут открываю вам все показываю ну что поделать ну тут конечно помыть бы не мешало еще знаете так сказать более тщательно но вот как есть продаем потому что цена сильно небольшая здесь кровать нижняя можно может подниматься убираться и делается большой багажник там для велика за чего хотите закрывать дверь пойдемте внутрь наверное уже руки вместе с отвалится так замок открывается подножка подножка работа работает отлично уже это радует дверь здесь как здесь пластиковая два запорных замка все работает все открывается закрывается пусть это постельный ковролин понятно что новый хозяин захочет его поменять сразу же ну как я бы сделал как минимум ну чехлы кстати не страшные я думал будет хуже их хорошо по химчистить постирать здесь где-то вот эти штуки на поменять кушаньки то засалены по состоянию передних сидений конечно можем понять да что действительно пробег похож на 350 тысяч здесь ничего не колотая не битая но так скажем подуставшие ничего не поделаешь но немножко я вижу еще кстати трещина на лобовом стекле имеет место быть так ну кровать и ольков мы видим здесь что-то так облагораживалась эти белые накладки мы видим не совсем родные кровать кстати не поднимается но может куда уезжать вот так вот и заходить вам в кабину будет легче ну то есть до конца и туда можно задвинуть матрас сложить пополам и все над головой будет просторно ящики для личных вещей кстати люк относительно новый стоит точно не родной то есть его поменяли плафон целый все здесь горит кстати давайте включим свет свет загорелся люки и окна друзья все целые кстати здесь даже антимоскитная сетка есть хотя здесь это вообще не актуально потому что это окно не открывается потому что по нему тут же будет бить это входная дверь оттуда снаружи но вы может как-то придумайте потому что когда готовится окошко открыть плита друзья принципе все в полном комплекте ничего страшного тут нету у краник снежка старики такой по облупился немножко но допустим по кухонным ящикам замечание особо нет они открываются туда-сюда там как поменял даже днище у этого шкафа так смотрим дальше кухня вот холодильник все боялись увидеть да знаете ну да вот эти стальные оцинкованные решетки конечно папа блупились окислились но чё друзья что вы хотите ты 2008 год выпуска но холодильник работает от газа от 220 12 приезжайте будем проверять все но за эти деньги на например проверять как бы особо нет смысла значит отопитель я хотел узнать значит здесь стоит трума комби шестерка или четверка это вопрос открытый значит дать заглянем в туалетную комнату ну понятно что от возраста хотя знаете мне кажется он желтоватый был изначально вот это все немножко да тоже от времени страдает но смотрите в принципе ничего колотого что следует сразу менять что иначе бывает чиненный там такой поддон весь заклеенный переклеенный не здесь такого ничего нету шторка душевая тоже целая все с ней в порядке и и не нужно то менять искать где-то туалет ну туалет тоже целый почистить хорошо помыть кассету поменять как я предлагал в самом начале зеркала по краям да чуть подцвели конечно ничего тут не поделаешь здесь немножко герметик можно поменять проклеить сделать просто красиво придется в эту машину чем что там докупить сделать вот но такого чтобы знаете прям срочно чинить ничего такого друзья здесь нету все так так по возрасту сзади две кровати у нас одна на другой чехлы тоже родные кстати адрин и ничего тут не скажешь кстати эту помню полку эту в командировку ездили на такой машине много раз и метод вещи лежали проводности ностальгия вот здесь 70 килограмм но взрослый человек сюда может лечь но во время движения не надо потому что на кочке может обломиться все-таки крепление как я и говорил кровать это может складываться подниматься и делать вам большой багажник и вот доступ кстати есть у кого там с обувью проблемы мы доставляли на ночь убирать обувь багажник ну чего это жизнь ничего не поделаешь так печка я не знаю получится сейчас понять шестерка это или четверка вот давайте это выясним попозже когда вы придете машину смотреть ну шестерка будет просто получше греть вроде как 6 киловатт они четыре так здесь у нас бак с чистой водой здесь небольшой багажный отсек взять потому что то есть почему то здесь еще лежат документы от автомобиля бимобиль nissan который вот мы уже видели с вами обзор вы смотрите сетка в гостиной целая тут немножко есть косячки такие но она работает это вторая торта тоже целая если захотите то можно будет перебрать в принципе вот видите слежка чиркает вот здесь ящик можно подправить 5 петельки подрегулировать но в целом ведь никаких подтеков знаете как бывает часто в автодомах старых там найти где что-то подтекала где что-то повело нет полностью сухой потолок протечек нет а это друзья поверьте мне самое главное самое главное кстати гардероба мне показал посмотрим сюда вот все тоже чистенько но тут мы видим укрепляли стену потому что ну возраст до машины эти ну за полтора миллиона честно говоря я пока что ничего на рынке лучше вы не встречал сейчас автодома в цене ну кстати давайте проверим тут нас появляется объем воды вот кстати не проверяется насос включается так как зарядка аккумуляторов почему-то идет странно как-то в салонный аккумулятор показывает 12 половиной сюда а пусковой почему-то туда вверх показывает наверно заряжен полностью это ок просто есть подозрение что вот эти вот может быть не работают индикаторы это нужно все проверять есть такая тема нужно будет взглянуть на всяком случае все включается и загорается свет функционирует вот а это хоть и запищал по моему инвертор где-то здесь есть да вот инвертор dometic стоит на 350 ватт мне кажется надо выключить чем пищит не смогу на сейчас нащупать быстро а все вот середину перевела в общем друзья не знаю сегодня у нас на дворе какое число то 10 февраля мне кажется на днях эту машину заберут если не заберут то вы саму когда еще можете позвонить если стало интересно вот я постараюсь ответить на все вопросы номер будет в описании к видео скорее всего григорий подойдет либо андрей ну и сможет вас привести в эту машину всем показать еще раз и рассказать а вы сможете сможете руками пощупать там что-то заглянуть под поглубже куда я сегодня не залез всем большое спасибо до новых встреч пока